привет мои хорошие мои дорогие кошечки мы с вами сейчас погадаем на такую тему каких мужчин вы сейчас притягиваете давайте посмотрим даже если вы замужем вы в отношениях или вообще давайте посмотрим каких мужчин вы притягиваете то есть на кого действует ваш шарм ваша харизма кому сейчас нравится например ваши пухленькие губки или новый цвет волос давайте глянем какие мужчины сейчас на вас реагируют как и какие мужчины вас хотят кто хочет с вами сейчас познакомиться и провести время или серьезные отношения у нас четыре варианта будет ему сейчас на монаре с вами и глянем каких мы вы мужчин притягиваете первый второй третий четвертый вариант выберите один девочки вариант каких мужчин вы притягиваете и давайте посмотрим сейчас такая как вы есть кто-то может быть отращивает волосы мех скажем так на зиму кто-то на мужчину вообще не обращает внимание а кто-то наоборот давайте посмотрим девочки каких мужчин вы сейчас притягиваете кто хочет кто льнет к вам и так поехали 1 2 3 4 вариант 1 девочки смотрим вариант повешены это не очень хорошая карта сразу вам говорю к вам сейчас липнет какая-то лярва это это минимум тот который я могу вам все сказать будьте предельно осторожны с мужчинами которые сейчас к вам липнут девочки потому что это могут быть и более менее осознанные нормальные мужчины адекватные но впереди планеты всей скачет какая-то лярва повешены двенадцатый старший аркан и я вам так скажу скорее всего здесь замешано ваше ведьмство ваша сила какая-то внутренняя да будьте аккуратны сейчас приворотами какими-то потому что вы можете вы смотрите когда женщина обладает определенной силой а нас много таких много девочки у каждой сила она немножко отличается но именно в любовной сфере сейчас лезет какая-то лярва то есть это мужчина может быть зависимый какой-нибудь алкаш это может быть игроман какой-нибудь кредитчик врун падла конкретная такая которая потом может испортить вам жизнь поэтому присмотритесь еще к своим чувствам если вы так сильно с кем-то заинтересовались вот прямо практически влюблены до или например вас кому-то тянет обратите внимание девочки на этого мужчину что именно вас в нем тянет потому что очень часто вот по-видьмовски мы страдаем потому что к нам тянутся те мужчины которых которых которые тянутся к нам для того чтобы излечиться вылечиться либо подтянуть вампирически на нашу энергию да вот как-то нас и они это путают с любовью и дело в том что когда мужчина к нам так тянется говорит какие-то комплименты ухаживает и все остальное как лярва а она может с вами коммуницировать взаимодействовать она может только вот как-то проявляясь и она думает вот простейшие да надо проявляться как мужчина то есть люлюсь и суму сюда куплю люблю и полетели и все остальное может говорить будьте осторожны вот прямо на очень близко давайте еще посмотрим каких мы вы мужчин притягиваете карта дурака тоже старший аркан девочки очень близко рядом с вами мужчина он наверное либо уже познакомился с вами либо если у вас вот таких вот нету она очень рядом может быть да то есть может говорить вам какие-то сладкие речи вливать да а на самом деле просить у вас монетку денежку или еще хуже например вот есть такие грамманы или там казино покеристы там еще кто-то зависимые люди у которых нету денег у кого они могут взять у мамки уже не возьмут друзья уже никто не одалживает да и остаются с кем они могут познакомиться с мужчинами другими тяжело познакомиться правда ведь мужчина другие тоже как бы себе друзей так тщательно выбирают а на кого можно воздействовать на женщин правда можно познакомиться и это как говорится плохого тут ничего нет я же знакомлюсь с девушками все остальное и думают как поиметь то что девочки будьте реально вот осторожны вот то что идет то идет и поэтому я об этом говорю какие мужчины к вам притягиваются да вот когда я сказала вам что к вам притягивается мужчина через какое-то даже ваше ведьмовство девочки не путайте любовь с тем когда к ведьме хотят и ходят подлечиться хотя как-то как-то определить на самом деле вот ведьма она всегда пошла по душевной своей широте она в принципе или например когда у нее даже никого нету она очень часто принимает вот таких вот мужчин вдувать а я с ним все равно справлюсь вы возможно с ними справитесь никто не спорит да но это будет зря потраченное время потому что вот эти карты они говорят что вы все равно уйдете вы растворитесь девочки из жизни вот этого мужчины смотрите когда любовь путается вот смотрите шестерка переворачивается в отшельника карта 6 старший аркан влюбленные переворачиваются в девятку в отшельника это вы вы уходите из этих отношений но смотрите как здесь выпал еще туз кубковые и четверка кубковая то есть к вам полезет или уже полез знакомиться какой-то мужчина если у вас их несколько то есть тоже обратите внимание тот который вам вот так вот очень сильно когда нравится и в то же время вы понимаете что вот смотрите вот у вас какие-то мечты есть там самореализация или я хочу там чтобы мужчина был я была за ним как за каменной стеной чтобы он там работящий зарабатывающий здоровый красивый был да но у вот этой лярвы чем легали легко определить лярву от других обычных нормальных мужчин более-менее которые до тем что она вроде бы такая прикольная и так вот какая-то сказочная да и но в то же время она хромая то есть будет волк рыцарь весь такой красивый на крахмалины понимаете в блестящих доспехах вроде бы до идет но он без коня а во вторых он хромает бы и и еще какие-нибудь что-то там как-то перья не в шлем вставлены как в древнем риме к примеру да а в районе пятой точки и вот кажется боже он такой оригинал да девочки это нифига не оригинал если вот вы увидите мужчину своем окружении или который подкатывает к вам свои кукуши кукушачьи яйца обратите внимание что к вам подкатывает лярва с вами хочет повешенный летит просто к верховной жрицы для того чтобы от вас подсосаться это очень часто такое и вот это очень часто как раз таки на вашу на ваши дорожки и выпало поэтому девочки вот вы заметите такого грубо говоря в кавычках оригинала да не закрывайте глаза на его я бы даже сказала что вот тут наоборот надо вот взять вилку взять ножик до его просто вот прям кожуру с него сдереть чтобы посмотреть что внутри и даже если это внутри будет казаться что она более-менее съедобная не спешите то есть да то есть это дайте понюхать собаки коту если все будут воротить мордочки свои вы тоже воротите и ваши ваши кстати окружение здоровых людей при виде этого мужчины они будут вам такие сигналы подавать но как-то он мне не нравится знаешь или там еще что то вы не думаете что вам кто-то завидует в этом моменте потому что здесь другие люди будут осознавать кто это и что это и и с чем это есть как говорится лучше не есть поэтому девочки будьте осторожны вот мы гадаем на тему каких мужчин вы сейчас притягиваете вообще я хотела снять вот я открыла свои записи и давнишние такие что я еще где-то не снимала вот я вам покажу даже да вот у меня такая красивая книжечка есть да и вот смотрите вот прям открыла думаю надо снять вот что то что не снимала это я давно уже писал ведьма притягивает мужчин сущностей да и думаю ну а сделаю таких каких мужчин вы притягиваете сейчас гадание его смотрите как вам вот этот первый вариант и выпал понимаете так что вот тут вот реально сущность какая-то идет будьте осторожны отметить ее девочки потому что на это вы но максимум года два потратите то есть минимум это может быть месяц полтора максимум девочки два года когда вы еще можете как говорится и замуж выйти именно за сущ за сущ и вы даже будете понимать это и даже когда вы потом не разведетесь и вы будете потом понимать блин но это же сущ была я с ней справилась и вас как говорится глаз не моргнет от этого всего но но нафига ну вам надо нафига надо сейчас наоборот смотрите какая вы сейчас какая вы сейчас да какая вы сильная нежная состоявшаяся нафига вам сейчас крепить вот эту сущность на себя не крепите девочки обратите пожалуйста внимание и вообще смотрите вы загадали первый вариант и выпало это сущ и я вам скажу что надо подтянуть еще одного еще одного еще одного мужчину вашу жизнь чтобы вам говорили комплименты флиртовали с вами помогали вам что-то делали для вас и вообще вот как минимум по дружески чтобы вы общались и когда у вас вот эти вот мужчины рядом будут сущ она не выдерживает конкуренции понимаете она улетучивается если вы будете чисто на ней на ней застрять внимание понимаете вот реально у вас как зрение вот как в подзорную трубу будете вот видеть только вот этого повешенного нафиг она вам надо я через это тоже проходила я это знаю поэтому девочки отсюда вам души советую никакого хромого оригинала свою жизнь не пускать вот такой вот первый вариант второй вариант давайте посмотрим каких мужчин вы притягиваете сейчас а сейчас девочки не то время для того чтобы вот притягивать этих мужчин либо вы сами не хотите их особо притягивать до либо вы уже с кем-то определились и то есть тройка воздуха она говорит о том что у вас сознание есть такое вот такой вот тумблер один свет включен свет выключен то есть сейчас для мужчин свет выключен чтобы они вот вашу черную кошку в темноте то они увидели понимаете то есть вы не показывает сейчас мужчинам то есть обратите внимание да что если вы хотите с кем-то вот сейчас начать знакомиться чтобы у вас кто-то был например если вы сейчас свободном полете скажем так то то вы должны больше показывать себя и например даже писать хочу серьезных отношений хочу семьи там на сайтах знакомства или прямо это озвучивать мужчинам потому что вы как-то вот сами выключается свет для того чтобы мужики не поняли кто есть кто вы каких мужчин вы сейчас притягиваете вы очень интересны внешне и я бы даже сказал не он не просто очень интересны первое на что обращают внимание когда видят императрицу смотрите они девочки смотрят на вас но они смотрят как на картинку какую-то почему они смотрят на картинку возможно вы ведете соцсети там где вы такая сладенькая сладенькая красивенькая красивенькая но вы через эти соцсети не знакомитесь либо вот как-то уводите мужчин а от себя что такое идет дальше у вас очень красивая внешность и вот например как вы одеваетесь как вы краситесь какие прически делается на короче вас стиль он очень сексапилен очень сексапилен вот когда на вас мужчина смотрят смотрят у них начинаются уже эротические фантазии по по вам и причем я вам скажу что это даже касается мужчин разновозрастных понимаете двойка червовая здесь идет кубковая да это говорит о том что вот они прям и хотят на свидание с вами пойти потому что они чувствуют что вот блин она такая она крутая но вы закрываете здесь по тройке воздуха вы не хотите ходить там где-то на свидание с кем попала вы не хотите открываться кому попало и все остальное возможно вы еще и ищете вот того кого вы хотите либо вы тут вообще по раскладу очень четко знаете кого вы хотите вы просто не обращайте внимание на на всех остальных либо девочки здесь какой-то момент от настроения зависит да то есть вот сейчас не особо вот мне хочется там с кем-то выходить на какие-то свидания и поэтому я лучше дома посмотрю фильм какой-нибудь чем я с каким-то мурлом пойду там кофе пить или еще что-то потому что здесь идет стойкая императрица да это вас вас даже не показали какой-то королевой вас сразу показали карты императрица и девочки сексуально очень красивые очень красивые картинки у вас у вас внешность вот реально актрисы вот верьте не верьте девочки как вы сама сама реализовываетесь вот мне интересно да потому что у вас вот ваша внешность она очень сильно привлекательная как и для мужчины для и для женщин и поэтому если вы например ведете какие-то соцсети это супер а если не ведете то видите потому что вы в любом возрасте будете интересны большому количеству людей, понимаете? Вы даже вот надевая на себя что-то, другие будут хотеть купить это, понимаете? И не думайте там, что у кого-то возраст, морщинки или ещё что-то, девочки. Это супер. Это у вас очень красивая... Как это говорят? Ну, в актёрской среде я, может быть, даже и не знаю, как это говорят. Но когда говорят про харизматичный, красивый профиль, статную фигуру, на которую что ни одень, да, что на неё ни надень, всё на ней красиво и всё на ней продаваемо, потому что другие вас хотят в этом. И если женщины хотят за вами повторить, то мужчины вас в этом хотят. Они вот в вашем образе видят что-то такое интересное. Но от этих мужчин закрываетесь вы, девочки. Просто, возможно, здесь нужна какая-то не внешняя, не там себя как-то улучшать. Уже себя улучшать не надо. Тут вы и так уже, знаете, топчик. А я бы имела в виду, что вам здесь, вот если вы хотите, то вы можете давать шансы вот этим мужчинам. Не хотите, можете не давать. Но здесь вы как выключили свет, чтобы они вашу красоту не видели. Какие мужчины сейчас к вам могут тянуться? Тяжело им, девочки, к вам тянуться, да. И смотрите, очень много напорис. Короче, реально вот этот ваш барьер могут преодолеть только мужчины, которые вот помешаны на сексе. И вот эти вот, которые сдурели уже, у них в глаза там кровью налились и ещё чем-то белыми. Они такие уже, знаете, масляными глазами на женщину смотрят. И вот ему по 10 раз отказываешь, а он всё равно лезет, да. И потом где-то ты сдаёшься. То есть, например, вот эти вот такие вот сексуальные, озабоченные мужчины, вот как-то они могут прорваться ещё через ваш заборчик, да. А те мужчины, которые более вот, ну, джентльменам два раза повторять не надо, да. А женщина на первый раз не соглашается с первого раза. То есть тут такая вот история идёт. Я бы больше показывала бы себя и обозначала то, что я хочу. Я вам этого советую. Потому что тут проблема, девочки, идёт именно с тем, что к вам по опажу огня могут прорваться только вот такие, которые очень сильно хотят вас, домогаются у вас, понимаете. Но это не факт, что он будет хороший. А так для большинства мужчин вы сами закрываете здесь. То есть вы не открыли дверцы. Дверцы надо открыть, девочки. И в то же время открыть, ну, или, например, чтобы было видно вас, да, ну, там, понимаете, соли на пороге насыпать, чтобы не каждое, не каждое могло проскочить, как говорится, к вам. А только достойно, к примеру. Или это пусть будут стеклянные двери. Давайте ещё посмотрим, каких мужчин вы притягиваете сейчас. Боже, девочки, вы кружите мужчинам голову. Вы такая снежная королева. Мне выпадает здесь, что вы очень многих посылаете, да, или даже вы, может, не замечаете за собой, но вы вот как посмотрите или не посмотрите, когда мужчина ждёт этого, да, и вот просто они отшиваются сами по себе. Но девятый и шестой старший аркан выпало, что вы кружите голову, и многие мужчины, они, знаете, так безответно вас любят. Безответно. Вот просто безответно, и они на вас. Вот прям... Вы знаете, как за селебрити, за какими-нибудь известными людьми следят, да, там просматривают их в соцсети, что где у кого произошло, да. Так вы, девочки, как селебрити, а может, вы и есть селебрити, да, вас вот так вот просматривают, следят за какими-то известными личностями, как фанаты. У вас есть, девочки, мужчины, фанаты ваши. Вот такие дела. И я даже скажу, что если вот прям, если всех вывести на чистую воду, и вот чтобы поставить их в ряд этих мужчин, вы даже очень сильно удивитесь, девочки, кто это, да, и сколько их. Вот прям глаза будут по пять копеек, потому что, скорее всего, тут даже есть какие-то ваши знакомые, да, могут быть женатые или ещё какие-нибудь, или это даже известные какие-то личности могут быть, да. Ну, короче, тут очень много кто у ваших ног лежит, но не может ничего, девочки, не лизнуть пальчик, ничего не может сделать, понимаете. Вот такие вот дела. Это такой вот второй вариант. Третий вариант. Давайте посмотрим, каких мужчин вы притягиваете к себе, девочки. Я вам так скажу. Пятёрка огня выпала. Она, с одной стороны, карта, которая говорит, что вы реально притягиваете разноплановых мужчин, да, и молодых солдатиков, и пожилых бизнесменов, и библиотекаря, и физрука, и того токаря, и начальника смены, и того водителя-таксиста. Ну, короче, вы очень многим нравитесь. Но есть одно но. Есть один такой косячок. Пятёрка огненная девочки говорит о том, что очень часто мужчины думают о том, вот особенно когда вот вы для них какой-то соблазн. То есть почему-то тут могут быть те, которые идут в паре, глубоко женатые, либо просто находятся в отношениях с другими, возможно, с вашими подругами, да, и вот они вот на вас так смотрят, слюну пускают и ахают, и охают. То есть на данный момент выпала такая карта вам, кого вы привлекаете. Вы привлекаете мужчин, которые грешным делом думают о том, что, ну, блин, прикольно бы было с вами как-то замутить. Но вот у меня есть пара. То есть мужчины, вы сейчас привлекаете именно тех мужчин, которые хотят изменить девочки, понимаете? У них просто капает слюна. И вот они, вот этот какой-то такой момент, да, когда душу щимит от того, что хочется вот этого какого-то тайного адюльтера с этой красоткой, понимаете? И то есть у мужчины здесь идут смешанные чувства. И ни одного, их тысячи девочки. Вот тех мужчин, которых вы встречаете, вот они прям не могут, да? Они хотят какого-то этого тайного адюльтера с вами, понимаете? Ну что, давайте ещё посмотрим, каких мужчин вы сейчас притягиваете. А за вами много кто наблюдает. И ещё есть такие, которые наблюдают за вами издалека. То есть, девочки, есть те, которые недалеко от вас. То есть вы с ними пересекаетесь как-то, да? Они вас видят, вы даже по взгляду, они вот так вот аж прям как снизу вверх на вас смотрят, да? Но есть ещё кто-то, кто за вами наблюдает издалека. То есть это какие-то, как кто-то на расстоянии от вас. Каких мужчин вы притягиваете сейчас? Вот, девочки, ещё один такой момент, да? У вас есть какие-то на вас вещи. Это могут быть золото, ювелирка, прекрасные ваши шубки, или ещё что-нибудь, короче, девочки, что корона может быть на голове, кстати, в прямом смысле этого слова, да? То есть у вас что-то такое есть, что говорит о вашей какой-то дороговизне, да? И в то же время хочется, как говорится, вот не то, что вот этим завладеть, а вами в этом завладеть. И причём опять-таки вот эти вот тайные такие связи. То есть вы притягиваете мужчин, которые и в отношениях слюну на вас пускают, девочки. Вот такие вот дела. Так что вот если вы сейчас находитесь в поиске для того, чтобы найти каких-нибудь хороших мужчин, то вот один из главных вопросов, который у вас должен быть, да, свободен ты или не свободен. Потому что, девочки, очень много вот тех мужчин, которые не хотят этих серьёзных отношений с вами. То есть они не то, что не хотят, они хотели бы, но они не знают, поведётесь вы, не поведётесь, а вдруг вы его кинете, а там уже вместо насижено, что я с одного гнезда полечу в другое, а меня оттуда, как это, курицу, петуха блещего выгонят, да, и потому он будет там сидеть и на вас слюну пускать, да. Вот такие вот герои в кавычках. Давайте ещё посмотрим, каких мужчин вы ещё притягиваете. О, девочки, а вам-то идёт ещё и какой-то один богатенький, какой-то мужчина идёт, и который, прям, знаете, у него звенят карманы. Не звенят кожаные, как говорится, причиндалы его, да, а звенят карманы от монет, то есть какой-то богатый. И звезда выпадает. У вас очень могут и хорошо сложиться отношения с каким-то богатым мужчиной, кстати. А знаете, он вас позиционирует, потому что вы, у вас что-то вот, что я раньше сказала, что на вас какая-то ювелирка или что-то на вас такое вот есть, да, которое позиционирует вас, открывает для богатых мужчин. И вот этот богатый, он к вам придёт. И он тоже будет, вот, прямо, знаете, хотеть с вами именно интима, интимной близости такой. Но обращайте внимание не на бедных, я сразу вам скажу, а на богатых. Будет больше толку, девочки, в этом всём. Вот такой вот, мои дорогие, третий вариант. И давайте посмотрим четвёртый вариант. Каких мужчин вы притягиваете сейчас, мои дорогие? Во-первых, вам не надо бегать за какими-то мужчинами, которых вы сексуально хотите. То есть, смотрите, девочки, тройка огня говорит о том, что вы проявляете какой-то интимный интерес, сексуальный интерес. Вот, или выбираете мужчин, те, которые вам именно сексуально нравятся. Но выпала такая уж небольшая карта, тройка огня, да. То есть, я бы сказала, что вот этот сексуальный интерес пока не проявляйте, пусть он у вас накопится. Смотрите, для чего? Для свадьбы. То есть, не то, что это я имею в виду, чтобы до свадьбы не-не, но можно. Папаш, двоечка огня. Короче, девочки, у вас завяжутся отношения. Если у вас этих отношений нету, то смотрите, девочки, идёт какой-то мужчина моложе вас. Он идёт реально моложе вас. Он тёмненький идёт этот мужчина. Худой. И тут складываются какие-то хорошие отношения. Либо он уже был женат, там где-то разведён. И, короче, вот вы первая будете, на ком он, как говорится, захочет жениться вообще. То есть, смотрите, девочки, что тут за такой расклад вам идёт? Не рассеивайте свою сексуальную энергию на, например, каких-нибудь бывших или на бычо. Да? Просто не давайте. Даже если вам и хочется сильно, чем больше вы накопите энергии, тем больше и качественнее у вас будет следующий мужчина. И это, девочки, по факту реально работает. Это работает, девочки. Я вам так скажу. Это я много кому советую. И я сама тоже, как говорится, где-то была грешна. То есть, чем больше вы накапливаете такого желания, не давая, когда вам хочется, тем лучше, качественно следующий мужчина приходит в вашу жизнь. И когда вы уже выплеснете вот эту энергию, это будут намного лучше и глубже вот эти вот любовные отношения у вас. Понимаете? Потому что если вы вот завтра, грубо говоря, вот он, у него ничего такое, красивые голубые глаза, к примеру, то вы, например, отдадитесь ему, это не будут хорошие, долгие, долгосрочные отношения. Вот если вы потерпите, потом ещё раз потерпите на третье свидание и на пятое, на десятое потерпите, потом у вас вот так вот наберётся, вот это вот всё сексуальное такое, да, то это, девочки, приходит вот этот мужчина, просто млеет от вас. Давайте ещё посмотрим, каких мужчин вы притягиваете сейчас. Ещё момент такой. Вот про бывших я тоже не зря где-то сказала. Не оттянитесь сексуально к бывшим своим. Бывшие – это не самое крутое сексуальное приключение, экспириенс, опыт, который у вас был. Понимаете? У вас может быть ещё круче всё. Всё ещё круче. И если вот вы себя поборете здесь, девочки, и вот в этой карте ожидания, вот в этой монашестве, вот этом аскезе побудете, потом приходит Паш червовый, красивый вот этот Паш. Почему Паш? Потому что он, девочки, моложе. Он не идёт такой дрыщ какой-то, да, или ещё что-то. Он идёт хороший, красивый, качественный, нормальный мужчина, худоватый. Ах, вы его тоже можете, как говорится, и откормить в браке уже, который вам тут идёт. И картосилы. То есть, чем больше у вас будет вот такая вот сексуальная аскеза, тем лучше у вас мужчина, чем качественным он будет. То есть, месяц, второй, третий. Подождите немножко. А если, например, у вас давно уже не было, и вот вы задаёте с таким вопросом, ну, а у меня и так, например, полгода не было, год у меня не было, семь лет не было, и тоже такие девочки есть, да, то я вам скажу так. На подходе вот именно вот этот парень. Вам главное не сломаться и не выдать вот этот вот срез, вот этот сигнификатор, третий аркан, когда вы сами проявляете вот этот интерес. Пусть оно всё будет само, девочки. И когда вы захотите, это не будет ваш день. Не будет этот романтический день завязывания, да, супружеских отношений с мужчиной. Подождите, тут надо вот переиграть вот этот шестнадцатый старший аркан падающую башню. То есть пересидеть, аскезу дать. И вы поймёте, о чём это я говорю, когда вот прям опять будет так хотеться, чесаться, скажем так, да, и где-то объявится какой-нибудь бывший, либо недопёх какой-то, недоолух. И вы подумаете, ах, ну ладно, что там, чего там, да, не надо, девочки. Мы закроем тогда вот эти карты, и останется у нас вот этот красавчик, с которым будут у вас долгие, нормальные, хорошие, серьёзные отношения и брак. И причём я вам скажу, что вот тут брак идёт с развитием. Четырнадцатый старший аркан и одиннадцатый. Умеренность и сила. Вот здесь это брак, да, хоть и с пажом, но этот паж, вот это как ваш дракон, понимаете, на которого вы сядете и полетите в хорошую страну, которая вот для вас просто создана, понимаете, как Алиса в стране чудес, но на своём драконе. Может, вы знаете, такое есть стихотворение «У меня есть ручной дракон». Мы с ним иногда там вместе на подоконнике, я открываю откно, ну, я не дословно, но оно такое красивое, называется «У меня есть ручной дракон». Вот, девочки, про вас. Если вы дождётесь этого ручного дракона, будет вообще круто. Вот такие вот дела, мои дорогие. Всё, котики. Пока-пока.